МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Эпидобстановка в населенных пунктах остается напряженной. На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекции введен карантин в Нижней Пёше. Бои на кулаках – один из самых неоднозначных, но зрелищных видов спорта в России. В нашем эфире расскажем о том, как местный физрук попал в большой спорт. Эффектное завершение. Федерация Мотокросса НАУ закрыли мотосезон зрелищными заездами. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. За прошедшие сутки в НАУ зарегистрировано 14 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2458 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2289 человек. За прошедшие сутки – 5 человек. В регионе зарегистрировано 48 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находится 211 человек. Из них стационарное лечение получают 55 человек, амбулаторное – 156. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1081 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. И теперь об эпид-обстановке в населенных пунктах. Напряженной остается ситуация в Нижней Пёше. На фоне роста заболеваемости коронавирусом введен карантин. Об этом в ходе еженедельного расширенного совещания губернатора НАО сообщила исполняющая обязанности руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО Ольга Сыропятова. Таким образом, на карантин в связи с заболеваемостью населения новой коронавирусной инфекцией закрыты три населенных пункта округа – деревня Лабожская, село Вельковисочное и Нижняя Пёша. Эпидемиологическая обстановка в поселениях находится на особом контроле властей. В Лабожском ситуация стабилизируется. Всего за период карантина в Лабожской было сделано 5 авиарейсов санитарных, эвакуировано 12 человек. На сегодняшний день там под наблюдением медиков находится 8 человек в удовлетворительном состоянии. Они ожидают повторных результатов ПЦР-тестов. По результатам будут, скорее всего, выписаны. Через 14 дней, с момента последнего отрицательного результата, можно будет снять карантин в данном населенном пункте. По Великовисочному за период этот было 5 санитарных авиационных рейсов. Вывезено 6 человек. Вчера был последнее санзадание. Один человек был вывезен. По наблюдениям у медиков находится 16 человек. Состояние удовлетворительное. Вновь заболевших на сегодняшний день 2 человека. В Нижней Пёше под наблюдением медиков находится 18 человек. Сегодня вновь выявлено их 4 человека. Состояние у пациентов удовлетворительное. Вчера был санитарный рейс. Вывезено 3 человека в тяжелом состоянии. Из них двое. Один в средней степени тяжести. Всего за период последних двух недель в Нижнюю Пёше 5 санитарных рейсов было эвакуировано 11 человек. Как отметила Ольга Сыропятова, с медицинскими работниками населенных пунктов, закрытых на карантин, поддерживается связь в круглосуточном режиме. Во все поселения направлен дополнительный запас лекарственных препаратов как для оказания неотложной медицинской помощи, так и для розничной продажи в сельских аптечных пунктах. Все заболевшие коронавирусом обеспечиваются лекарственными препаратами бесплатно и по назначению лечащего врача. Кроме того, в населенные пункты отправлена большая партия дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Маски выдаются населению из расчета их смены через каждые 4 часа. У всех пациентов с признаками ОРВИ берутся маски для исследования на коронавирус. Граждане с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся под строгим наблюдением сельских медработников и получают консультации городских врачей посредством телемедицины. Пациентов, у которых состояние здоровья ухудшается, в срочном порядке госпитализируют рейсами санитарной авиации в Ненецкую окружную больницу. По данным профильного ведомства, единичные случаи заболевания коронавирусом зафиксированы также в верхней пёше, щелино и каменке. Все пациенты с признаками ОРВИ коронавирусной инфекции находятся под наблюдением местных медработников. В ведомстве также отметили, что 10 октября для контроля соблюдения домашнего режима в Нижнюю пёшу были направлены два сотрудника ОМВД ПАНАО. Представители правоохранительных органов будут контролировать соблюдение домашнего режима гражданами с подтвержденными диагнозом COVID-19, в том числе изолированных по контакту. Хочу сказать, что единственный способ сохранить жизнь себе и своим близким – это вакцинироваться. Другого пути нет. И эту мысль мы должны доносить до всех жителей. Потому что когда они оказываются в стационаре, когда оказываются в реанимации, и тем более мы их теряем, вот тогда уже поздно рассказывать о необходимости вакцинации. Сейчас нужно убеждать людей сознательно идти на вакцинацию. Особенно это касается тех работников, которые работают в больших коллективах – школы, детские сады, медицинские учреждения. Ну представьте, один заболевший сотрудник может положить полностью весь детский сад или всю школу. Ну, коллеги, нужно убеждать людей вакцинироваться. Мы, как и прежде, не будем заставлять это делать. Но мы должны убеждать жителей вакцинироваться. Но нет другого способа сохранить жизнь, кроме как вакцинироваться. Сейчас очень много скептиков, которые говорят о том, что ну вот там есть люди, которые вакцинировались, но при этом заболели. Да, штамп мутирует. И, к сожалению, мутации огромное количество. Но те люди, которые вакцинированы, болеют в легкой форме. Глава региона также отметил, что для сохранения жизни и здоровья жителей НАО на оперативном штабе будут пересмотрены ограничительные меры. Бич 21 века – ожирение. Этой теме по всему миру уделяется особое внимание. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается 650 миллионов взрослых старше 18 лет и более 120 миллионов детей, страдающих ожирением. Заболевание способствует развитию множества осложнений. О том, как бороться с недугом в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Ожирение – заболевание, которое характеризуется излишним накоплением жира в организме, которое в свою очередь приводит к увеличению массы тела. Причины недуго различные. Помимо медицинских, это наследственный фактор снижения физической активности, а также нарушение питания. Питание у нас стало более свободно. Можно что хочешь, что купишь. Дальше оно более рафинированное. То есть не столько, как натуральное, больше всяких вкладок туда, заменители и прочее. Вот такие вещи, искусственные добавки. Поэтому здесь, да, то есть это усиливает вкус, вызывает больше аппетит. Вот. Особенно сейчас проблема стоит в ожирении детей. Их увеличилось. Ожирение у детей увеличилось в три и больше раза. В 21 веке на фоне ожирения у детей стал выявляться диабет второго типа. Специалисты видят проблему этого заболевания в крайне небольших физических нагрузках и несбалансированном питании. Когда я стала работать здесь, было всего 50 человек больных диабетом второго типа. Ну, первый мы не будем брать, потому что там вес не такой. Сейчас у нас больных в округе 1500 человек. Ну, там с гаком еще небольшой. Вот. Из них основная масса 80 процентов, 85 – это второй тип. И из этих процентов, примерно 60 с лишним, это диабет на фоне ожирения. Зачастую масса избыточной жировой ткани превышает вес всех внутренних органов более чем в 2-3 раза. Вследствие этого в них возникает кислородное голодание. В данном случае сердце пытается компенсировать этот негативный фактор, из-за чего возникают сердечно-сосудистые и другие заболевания, вплоть до онкологии. Это не только гипертоническая болезнь ИБС. Здесь уже повышенная, я уж по пути говорю, и повышенная глюкоза, то есть сахар, да? Здесь уже идут нарушения со стороны глаз, со стороны почек, со стороны нижних конечностей. Вот недавно мы оперировали женщину тоже снаружи, с диабетической стопой и так далее. То есть инвалидность большая, ходить не было, затруднения вот такие. Чтобы избавиться от ожирения, необходимо незамедлительно обратиться к медикам. После обследования и выявления причины заболевания врач назначит лечение и даст дополнительные рекомендации по правильному питанию и физическим нагрузкам. Тут на помощь приходит тренер. Вот здесь ситуация, человек спокойно идет, размеренными шажками никуда не спешит. И мы учитываем все такие проблемные зоны. Есть травмы, есть какие-то болезни, есть какие-то вопросы, которые вообще, ну, грубо говоря, связаны где-то больше даже с медициной. Все мы это учитываем. И только богатый опыт тренерский, да, он, жизненный даже опыт, он позволяет обходить вот эти сложные ситуации, сложные моменты и правильно нагружать, давать правильные нагрузки, правильно строить программу тренировочную, тренировочного процесса. При этом тренер объясняет, как именно питаться. Вводит небольшие изменения в рацион, чтобы не усугубить состояние человека. Из дня в день, из месяца в месяц человек улучшает свои кондиции, улучшает свое физическое состояние, моральное состояние идет потихонечку вверх. Значит, примерно через год мы можем говорить о том, что человек сам, сам его организм будет ощущать, что какие-то продукты, которые он раньше употреблял, и заметьте, у него не было повышенного обмена веществ, расхода этих калорий, будем говорить, он уже будет отказываться от этих продуктов, и мне легко, тогда уже легче, будем так говорить, говорить с человеком. Ну вот ты уже должен подвигаться к правильному питанию. Следом в борьбе с ожирением идет антицеллюлитный массаж. Достаточно жесткая силовая процедура. Однако в результате получаем приятный бонус. Тонус кожи повышается, она становится более эластичная, подтянутая. Выходит лишняя вода, убираются сантиметры. Это особая методика массажа. Его цель, в первую очередь, усилить кровоток, снабдить ткани, которые застоялись жировыми клетками, кровью, усилить отток лимфы, лимфодренаж, ускорить движение жидкости. Поэтому все движения в антицеллюлитном массаже, они силовые, направлены на то, чтобы адипоциты, жировые клеточки, да, они как бы проснулись, вышли наружу. Мы их выталкиваем. Процедура включает в себя ручной и баночный массаж. Используется техника выжимания. Хочу сказать, что да, есть болевые моменты. Всех предупреждаю, когда начинаю делать массаж, будет больно, это нормально, потому что это лимфодренаж, да, мы тянем нашу кожу. Будут синячки, будут линии, линии проходящие. Они на первый этап. Кожа у всех чувствительная, разная. У кого-то пальчиком ткни, и уже синяк. А кому-то достаточно, вот мы сделаем лимфодренаж баночный, одна-две процедуры через день, и уже никаких синяков нет, и повторов нет. Чтобы достичь желаемого эффекта, необходимо пройти курс из 10-15 процедур. Добавлю, 11 октября по всему миру отмечается День борьбы с ожирением. Традиционно учреждения здравоохранения организуют мероприятия профилактической направленности, лекции, семинары, раздачу наглядной информации. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Леонид Шишлов, Телеканал Север. Бои на голых кулаках – один из самых неоднозначных, но зрелищных видов спорта в России. В профессиональной лиге участвует много бойцов. Один из них – Никита Захаревич, уроженец Наринмара. О том, как местный физрук попал в большой спорт, расскажем в следующем сюжете. История местного бойца Никиты Захаревича началась в 2015 году. Молодой человек начал заниматься боксом. Парню хотелось попробовать себя в новом деле. Это и стало стартом его карьеры. Начал с 14 лет заниматься боксом. Наших тренеров – Александр Юрьевич Андрюков, Александр Иванович Помаха. Заметили меня. Я занимался другого тренера кикбоксингом. Они говорят – походи к нам, может что-нибудь получится. И так понравилось. И по сей день, посвящая свою жизнь. Усердно тренируясь, Никита стал выезжать на соревнования окружного и всероссийского уровней, где показывал достаточно хорошие результаты. Шаг за шагом к победам молодой спортсмен добился звания кандидата мастера спорта по боксу. Помимо этого Никита решил передать свои знания ученикам и поступил на учителя физической культуры. Ну вообще я отучился в колледже и как раз работал здесь в Норде. Также преподавал по боксу в нашем зале, любимом зале «Диноборств». И решил, что надо попробовать что-то новое. И как раз через тикток попал в хардкор, в бои и решил связать с этим свою жизнь. Попал в профессиональную команду. Хорошая команда и профессиональные тренеры с большим опытом – самое главное при подготовке к каждому бою. Усердные тренировки по несколько часов в день – дело достаточно сложное. Но благодаря хорошей физической подготовке и спортивному педагогическому образованию, для Никиты это обычная практика. Мы обычно ездим на сборы на Красную Поляну. Сейчас открылся как раз там зал, крепость и прайд. Крепостные ребята, многие, например, также связаны Хабиб Нурмагомедов, Зубай Ратухуев, достаточно известные имена в России. И вот мы обычно тренируемся там. Там все хорошие условия есть в горах на высоте тысячи метров. И обычно за пару дней прилетаем в Москву на бои. Бой – то, ради чего живет спортсмен. Ведь это не просто соревнования, это целое шоу. Правила поединка достаточно суровые. На протяжении двух, а иногда и трех раундов участники дерутся исключительно на кулаках и без защиты. Мне нравятся бои, мне нравятся сами выходы, сам адреналин в время боя. Когда тебе поднимают руку, это ничем не описать. Сейчас на счету спортсмена четыре боя. В трех из них Никита одержал победу. Несмотря на одно поражение, молодой человек продолжает бороться в рейтинговых боях за пояс. Хардкор сейчас развивается. Развивается наша команда и Рохин Тим. И постоянно берут хороших, крепких ребят, также профессионалов. А именно про мои планы, я думаю, гонка за чемпионским поясом. И сейчас скоро будет противостояние Россия-США. К сожалению, я выбыл из-за травмы. Хотел бы очень там потратиться хотя бы в прилимах. И, ну ничего страшного, в следующем году вернусь. Думаю, рука зарастет полностью. Сейчас Никита, несмотря на травму, продолжает тренироваться. И уже в следующем году продолжит участие в боях. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Эффектно зафиналили. В минувшие выходные участники Федерации Мотокросса НАО закрыли мотосезон. Подробности о прошедшем заезде смотрите в сюжете Катрины Тайбарей. Кадры с экшн-камеры, конечно, не передают той драйвовой атмосферы, которая царит на трассе. По трех моторов стартуют гонщики на кроссовых мотоциклах. Впереди два с половиной километра по бездорожью. Это пять кругов по песчаному карьеру. Непередаваемые. Рук я уже не чувствую. Еще два заезда впереди. Рук не чувствую, песка полный рот. Счастье полные штаны, как говорится. Все нормально. Трассу любители острых ощущений обустраивали самостоятельно. Для проведения мотокросса выбрали район реки Куя. Не забыли и о безопасности. Регистрация гонщиков на заезды проходила только после прохождения инструктажа и осмотра техники. Ситуацию на трассе контролировали спасатели и судьи. Смотрю за безопасностью. Если у нас участники падают, либо не дает оба какой-то несчастный случай, то я сигнализирую другим гонщикам, что впереди опасность. В принципе, несложно судить. Очень здорово, что у нас мероприятие такого масштаба. У нас очень много зрителей здесь. Видно, что пользуется популярностью. Самое главное, что это пользуется популярностью среди молодежи. И вот это движение мотокросса у нас в регионе набирает обороты. Такие масштабные соревнования на кроссовых мотоциклах за историю Ненецкого округа были проведены впервые. А высокий уровень организации мотокросса – результат командной работы представителей региональной федерации мотокросса. Организуем, чтобы выявить сильнейших, так сказать, чтобы привлечь народ к этому виду спорта, развивать его и развлечь, как-то провести время с интересом. Экстремальный вид спорта привлекает зрелищностью и острыми эмоциями, которые испытывают и участники, и зрители соревнований. Но беспокоиться не стоит, ведь все мотоциклисты в надежной экипировке. Гонка прошла без травм и происшествий. Большое количество зрителей приехало поддержать участников соревнований и разнообразить свои выходные. Хорошая гонка, хорошая задумка. Надеюсь, в дальнейшем будет развиваться. Ребята еще покатаются. Всего в заезде приняли участие 9 гонщиков. Победителем стал основатель полярной звезды Алексей Михеев. Он получил переходящий кубок Федерации мотокросса Ненецкого округа. Второе место занял Алексей Марков, а бронзу завоевал наш коллега Дмитрий Лукевич. Катрина Тайбарей, Владислав Носкин, телеканал «Север». Это вся информация к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.